80 тысяч в мире сегодня помогают разным индустриям. Для российской индустрии это все равно такой некий вау-эффект. Мы будем идти в Хорику и мы будем внедрять роботов совместно с предпринимателем. Более 90 компаний, таких как мы, официальных дистрибутов по всему миру. Просто нужно развернуть свое мышление на 180 градусов. И вот это, наверное, основное, с чем мы работаем сейчас. Принести халат или покушать, или там зубную щетку, тапочки, полотенца дополнительные. Он нажимает, готовый, и все, он занимается своими делами. Мы пьем чай. Сверху и снизу стоят лидар-датчики, то есть это лазеры, которые сканируют и заранее определяют, и видят препятствия. И да, у вас пятизвездочный отель, я прекрасно понимаю, что это не аудитория фудкор. На 99% посетителей это действительно такой вот вау-эффект. Будущее даже не то, что там за ними, оно вот оно и есть. Александр, добрый день. Добрый. Да, мы сегодня находимся в стенах Redison Royal. Я знаю, что ваша продукция, ваш робот присутствует здесь. Сначала поговорим просто про вашу компанию. Вы управляющий партнер компании SPI Robotics. Честно говоря, до прошлого года, пока я не увидел вашего робота на выставке в Прибалтийской, которая была в прошлом году, для меня это тоже была загадка. Я думаю, что для многих отельеров и рестораторов в нашем городе, в нашей стране это до сих пор остается загадкой. Расскажите немножко про компанию, про вашу продукцию, про услуги, которые вы предоставляете. Ну, компания SPI появилась порядка двух лет назад, и мы одни из тех компаний, которые внедряют в индустрию не только гостиницу, а вообще, в принципе, это хорика, это ритейл, это заводы, это медицина, куда мы внедряем именно сервисных роботов. И вот, наверное, одни из первых роботов, которые у нас появились, это были роботы дезинфектора. То есть первыми нашими большими такими клиентами стали и госкомпании, и застройщики, если там можно говорить, то это группа компаний «Самолет», застройщики, да, то есть они заботы о своих сотрудниках, да, то есть внедрили роботы дезинфектора. Вот, далее постепенно мы начали знакомиться с продукцией компании PUDU, дистрибьюторами, которыми мы являемся, да, то есть официальными дистрибьюторами, и по мере, соответственно, скажем так, создания нашего внутреннего российского рынка, мы постепенно-постепенно начали водить это уже. И роботы-помощники официантов, так называемые раннеры, роботы-промоутеры, роботы-сборщики грязной посуды для шведских столов, для каких-то там, ну, еще там направлений в Хорике, ну вот, вплоть до сегодня тоже там и поломойки, и мы смотрим вообще, то есть активно в это направление. Вот мы смотрим, что вот робот может там каждые два часа, например, каждые три часа, да, достаточно чаще мыть, убирать, подметать, нежели мы вот видим, что, например, есть такие ручные, ну, имею в виду, которые управляются. Да, да. Просто сотрудниками, которые в клининге, то есть они выезжают там только вечером, да, то есть когда мало народа. Наш робот может работать, в принципе, круглосуточно. Вот как-то вот так вот все это завертело, закрутилось, и сегодня мы активно развиваем и, в принципе, хоспиталити, и Хорику также продолжаем, но немножко в связи с разными событиями. Мы видим непосредственно и нужду в персонале, да, и его реальную нехватку. Я как раз хотел про это спросить, вот, то есть когда мы говорим про востребованность именно ваших роботов, да, в индустрии Хорика, то есть как вы к этому пришли, как к идее, да, потому что если вот мы сейчас сидим с вами на Невском проспекте, если я сейчас выйду на Невский проспект, зайду в какой-то любой даже самый хороший большой ресторан, я вряд ли там увижу вашего робота, то есть для российской индустрии это все равно это такой некий вау-эффект, то есть они, их нету в каждом ресторане. То есть вот как вы пришли к этой идее, что они нужны будут или нужны будут в дальнейшем, да, для того, чтобы обслуживать нашу индустрию? Как пришли, слушайте, а вот, наверное, постепенно, постепенно, как я, ну, чуть ранее сказал, что, то есть мы начали с дезинфектора, потому что была пандемия, то есть и народ тренировался, блин, а как, вот мы там офис, мы ресторан, мы гостиница, нам надо там помещение содержать в тех нормах, которые установил там, скажем, законодательство. И по мере поступления и углубления в нашу компанию, имеется в виду компанию-производителя PUDO, с которым мы непосредственно работаем, то у них достаточно уже, ну, пополняется как раз модельный ряд, и мы смотрим на то, как вообще развивается компания, и есть, ну, нам, наверное, здесь с одной стороны как бы проще, так как сегодня компания PUDO, она работает с 2016 года, то есть с ними работают уже где-то под 90 стран, вот мы сейчас снимаем в феврале 23 года, на сегодняшний день порядка, ну, более 90 компаний, таких как мы, официальных дистрибьют по всему миру, то есть это берем, начиная от Лос-Анджелеса, заканчивая Сиднеем, то есть это огромный пласт, и на сегодняшний день только компания PUDO, там продали они более 80 тысяч роботов, представьте, то есть 80 тысяч в мире сегодня помогают разным индустриям преодолеть вот этот порог, где нехватка персонала, или он очень дорогой персонал в связи с вообще со глобальными событиями в мире. Вот методом таких наблюдений мы пришли к тому, что, ага, нам нужно попробовать, то есть мы скупили партию там роботов, моих, во всем мире их называют роботы-официанты, но мы все-таки их называем раннеры, потому что наш менталитет просто пока не готов к тому, что нужно с робота бы забирать самому, так как у нас в Хорике все-таки привыкли, чтобы обслуживать персонал, официанты. Да, да, сервис, да, и, наверное, не моими словами будет сказано, что во всем мире это признано, что в России одно из лучших обслуживаний в целом, поэтому мы говорим, что это лишь робот, который помогает официантам в связи с загруженностью, с нехваткой. Основная задача официант какая? Чтобы клиент был доволен, а как мы сделаем его довольным? То есть мы быстро, качественно обслуживаем, убираем у него там грязную посуду, мы ему приносим как можно быстрее готовые заказные его блюда, да, для, скажем, директоров там F&B, если берем там гостиницы, да, то есть мы повышаем ему средний чек. Вот благодаря тому, что мы забираем рутинную работу, робот просто приносит, уносит, приносит, уносит, и, соответственно, вот за счет этого мы увидели вот эту уникальность сегодня, и мы, так как мы сами являемся действующим предпринимателем, разбираемся в бизнес-процессах, вообще в целом в бизнесе, то мы вот приняли такое решение, что мы будем идти в Хорику, и мы будем внедрять роботов совместно с предпринимателями. Основной момент еще, что мне очень, как бы, дало понимание, что, блин, роботы реально нужны, обычно мы когда общаемся, там, ну, приходим, там, ну, демонстрацию на презентацию, на тест, мы просто берем смарт-часы и говорим, покажи, какой у тебя километраж в день. И мы, ну, максимально, что мы видели, это 40 километров в день. Вы имеете в виду официанта? Официанта набегал, вот это мой личный рекорд, там, 39 километров. Вы просто представьте эту цифру, что человек в день пробегал 39 километров. Кто-то скажет, там, это нереально, но это был максимум, который я видел, да, так в среднем это, там, 15, 20, 30 километров. И вот мы, благодаря нашему роботу, там, роботу-помощнику официантов, можем сократить это, там, до, ну, хотя бы даже если 50 процентов мы сократим, человек будет меньше уставать, у него будет лучше настроение, соответственно, средний чек у него поднимется. Он будет больше времени проводить в зале. Опять же, средняя статистика, мы, например, возьмем, там, ну, наверное, давайте возьмем рестораны ля-карт, там, в пятерках, даже, ну, в четверках в целом, то официант хорошо обслуживает, там, 4-5 столов. 4-5 столов, да. Это, как бы, такой некий стандарт. Стандарт. Стандарт, да, в качестве обслуживания. Благодаря нашему роботу он может обслуживать 6-7 до 8 столов. Просто он находится в зале. И тем больше, тем самым он больше времени уделяет, наверное, гостям, быстрее убирает грязную посуду. А робот просто увозит грязную посуду и привозит готовые блюда. Тем самым, вот и, вот так это, короче, в итоге родилось. Так это и работает. Сегодня, да, мы, наверное, в России внедрили, ну, плюс-минус, там, около 100 роботов разных. Это дезинфекторы, там, раннеры, сборщики, промоутеры и так далее. Вот, и дальше мы просто говорим, ребята, там, не бойтесь внедрять их. И мы не отбираем хлеб, мы абсолютно достаточно креативно вписываемся даже, там, в пятерки и даже, там, в люксовые. Ну, это вопрос, наверное, как бы мнение каждого управленца. С одной стороны, как мне, знаете, сказали, Александр, знаете, Роллс-Ройс должен собираться вручную. Ну, окей, на заводе Роллс-Ройс работают роботы. Да. И снимают, можно там где-то посмотреть ролики, как собираются Роллсы. Так мы же не претендуем, мы не отбираем общение с клиентом. В Азии это принято, в принципе, что робот подъехал, ты сам забрал и дальше спокойно кушаешь. Вот, а здесь мы как раз именно помогаем. И особенно, все-таки, когда индустрия говорит, что есть нехватка людей, наверное, Москва, Питер меньше, или там, в том, что там, Рэдисон, да, у них нет там нехватки персонала. Ну, вот, а какие-то, наверное, другие, ну, не буду там обобщать, да, просто мы слышим эти кейсы, что… Есть локальные истории, да. Да, есть локальные истории, да, которые действительно говорят, что есть ли это нехватка. Да, да. И в целом мы уверены, что, например, вот активно развивается рынок, там, Алтая, Барнаула, наверное, юг наш. И так в этом году побил все рекорды к лету, я думаю, там вообще будет просто колоссальный наплыв гостей. И вот непосредственно сейчас вот наши партнеры активно продвигают сейчас там, ведут встречи, переговоры, очень много на самом деле. И мы как раз верим и надеемся на то, что мы дадим рынку вот эту возможность нехватку персонала закрыть. Просто нужно развернуть свое мышление на 180 градусов. И вот это, наверное, основное, с чем мы работаем сейчас, надо показать, убедить, что, а, роботы безопасны, б, они действительно не ломаются. Даже если с ними что-то случится, мы так как официальные дистрибьюторы, в принципе, равно и дилеры, да, то есть мы обеспечим эту поддержку, потому что 90% каких-то там вопросов, связанных с роботами, решается вообще, а, удаленно, б, то есть по звонку, и мы как бы закрываемся эти вопросы. Александр, если говорить про успешные кейсы, даже сейчас не касаясь отеля, а именно там сферы хорика, ресторанного какого-то обслуживания, расскажите про них, то есть вот как они там работают, где это, какой вау-эффект вызывает, кто клиенты ваши? Ну, давайте так, про кейсы, мы можем, знаете, как поговорить в формате разных направлений, если мы пока немножко абстрагируемся от отелей, то такой прям хочется рассказать кейс, не буду сейчас называть название сети, потому что есть NDA, но, скажем так, это ритейл детских товаров в Владивостоке, мы сейчас с ними активно работаем, помогаем им, и вот такие кейсы были, то есть, например, мы робота у них используем как такая промо-полка, где они загружают и экспериментируют с разной группой товаров, вот этот уникальный кейс, прям мы очень хотим это тоже внедрять в ритейл, мы тоже ведем там переговоры, общаемся тоже там, рассказываем и убеждаем, что это безопасно, что это нормально, и надо туда смотреть, то есть, робот катается между рядами, он продает высокомаржинальную продукцию, просто люди об этом, ну, знаете, как вот, я там все с партнером, с Дмитрием, я говорю, писать, мы рассказываем людям, что такое синхрофазотрон, хотя это, да, то есть, элементарные ускорители частиц, адройный коллайдер, то есть, люди говорят, прикольная штука, но что-то непонятно, вот сейчас иногда мы находимся на таком балансе, что вроде прикольно, хочется, но что-то, блин, что-то, что-то не там бояться. Я говорил, что если выйти на Невский, мы даже в самом центре мегаполиса вряд ли такое встретим, это для всех все равно до сих пор является вау-эффектом. Да, как и любой продукт новый, когда вводится, то есть, это абсолютно нормально, для этого мы как бы и делаем, мы продвигаем и где-то отчасти мы это интервью снимаем для того, чтобы людям показать, что это норма жизни, то есть, 90 стран в мире работают с этими роботами, я не знаю, там, и это нормально. Так вот, возвращаясь к этому кейсу, то есть, он спокойно работает в ритейле, он ездит, он рекламирует ту или иную продукцию, тем самым повышает продажи. То есть, вот этот кейс, где мы от 20 до 80% повышаем продажи. Дальше складывается экономика, что он выходит, там, окупается меньше, чем за год. Другие кейсы есть, там, в ресторане. Именно, то есть, был кейс, где мы, там, порядка, было 6 официантов, там, мы можем спокойно сократить до 2. Да, то есть, ну, это был классический ресторан, то есть, справа, слева диванчики, столики и большой проход. То есть, с кухни сразу отправляли на те или иные столики официантов. Задача была блюдо положить на стол и забрать грязную посуду, отправив, то есть, мы сократили. Не сложно посчитать, что сократив, там, скажем, в будни, да, было, работал там 6, можно было просто сократить до... Вот экономия, считайте, там, если в круг посчитать официант в среднем от 50 тысяч рублей, то 200 тысяч в круг мы сократили, наставив, там, двух официантов и одного робота. То есть, вот такие кейсы есть. Еще, там, если затронуть тему все-таки отелей и гостиниц, то вот лично я, когда езжу, общаюсь, там, с GM-ами, с управленцами, я просто заметил, что листовки какие-то, там, вы не можете, там, запустить, там, промоутеров, да, это будет вообще несуразно. Да, это будет странно. Будет какой-то там парень ходить, листовки в пятерке раздавать, а вот сходите к нам в спа. И вот здесь мы можем, например, внедрить робота-промоутера, у которого там 19-дюймовый дисплей, он что-то разговаривает, коммуницирует с гостем, и мы разложили там какие-то, ну, водичку тоже, да, положили в пятерке, например, там, где есть лобби. Это такая новая фишка, да, это вау-эффект. Из кейсов сразу-то люди начинают снимать, достают телефоны. Я лично видел, то есть это любой возраст, от детей до, там, взрослых мужчин, да, которые там даже, можно сказать, дедушек седых, они реально достают и, там, друг другу пересылают. А для вас это маркетинг, который выставляет, вот смотрите, там, там, Брэдисон Роял, там, гоняет клевый робот, который можно, там, дальше-дальше-дальше он будет передаваться. Это еще реклама, такая, знаете, она подсознание, как бренд одной, там, напитков, да, который, там, ну, есть такое, как бы, мнение, что перед Новым годом, там, чуть ли не миллиард вкладывает, там, в рекламу, да, чтобы просто фоном звучало. Это вот такой маркетинг, да, и благодаря этому, например, роботу-промоутеру можно продавать услуги. Например, если у вас есть спа, сидит, там, раздраженный гость, там, какая-то очередь, ну, отправьте ему, там, чашечку эспрессо, там, например, определенный, вот мы сидим, там, здесь, по-моему, девятый стол, мы сидим, там, такие, а, там, недовольный, да, там, что-то мы ждем, ну, отправьте их в чашечку эспрессо, робот подъехал, подойдите, вот, это вам. О, отвлекли его, у гостя настроение улучшилось. Ну, вот, то есть, мы видим, да, то есть, сейчас такую обычную классическую ситуацию, когда, например, там, официант или бармен спокойно занимается своими делами, ну, и грязную, грязную посуду также он забирает. Можно убрать. Да, и все, он нажимает кнопочку, и он спокойно уезжает на кухню, да, то есть, официант или, там, раннер, или, там, бармен, бариста, все, он нажимает готово, и все, он занимается своими делами. Мы пьем чай, то есть, он не потратил время на то, чтобы, там, принести, унести. То есть, вот таких вот кейсов, то есть, под разный тип заведения мы еще и интегрируем, то есть, именно под бизнес-процессы, то есть, мы являемся интеграторами, да. Но если говорить про вот отельную специфику, какие еще можете назвать, то есть, вот что делает у вас робот, да, может делать, да, или планируется, да, именно в отелях, то есть, ну, для меня самое простое – это робот-уборщик, это то, что я бы сам с удовольствием даже на своих небольших объемах, да, там, запустил, вот, хотя понимаю, что у меня, например, у меня нет лифтов, да, у меня лестницы, я понимаю, что это сложно, но на каждом отдельном этаже, допустим, да, особенно, я понимаю, для больших гостиниц, таких, как, там, не знаю, тот же «Космос», да, я прекрасно представляю, что им бы это был классный помощник. Может быть, какие-то еще кейсы, да, там, или примеры роботов, которые бы могли помимо вот лобби ресторанов работать именно в отельной индустрии? Ну, давайте, я понял, давайте разделим тогда, смотрите, что у нас есть, скажем, плюс-минус у средних есть у нас лобби, есть рестораны, лекард, есть шведская зона, дальше у нас есть, там, номерной фонд, ну, какие-то, там, развлекательные, там, где-то, это дискотека, боулинги, какие-то, там, спа. Так, вот, давайте начнем, вот, как путь гостя. Гость приходит, попадает в лобби. Здесь вы можете, а, встретить робот-промоутер, который может угостить водичкой, привезти кофе, дать какую-то полезную информацию, видеоинформацию, там, не знаю, можно продавать спа. Вот, как, например, один из кейсов можно сделать. Ну, себестоимость услуги спа, если, да, там, мы говорим, то, допустим, там, масса шеи. Себестоимость, то есть нам нужно просто оплатить, там, работу сотрудника, да, там, по меню он может быть стоить, там, или по прайсу, там, тысяча, полторы, две тысячи рублей, то есть при покупке, там, от пяти тысяч рублей, там, масса шеи, под возьми, там, отсканируй QR-код, там, получше это в подарок, или, там, вечером бутылка вина при заказе, там, от трех тысяч рублей и так далее. То есть катается промоутер, он говорит, это вот такой кейс в лобби, также мы, что видим, все-таки в России климат, или, там, в Питере, или, там, да, и в Москве уже сейчас такой климат стал, что большинство у нас, там, пасмурно, лет у нас три месяца, все-таки грязь есть, и вот здесь у нас как раз появился сейчас робот, поломойка, робот-уборщик, то есть четыре в одном, то есть мы можем его запустить, он будет, там, постоянно, с разной периодичностью настраиваться, как, знаете, настраивается, как таймер, там, будильник в телефоне, то есть в восемь утра он проехал, там, у вас лобби чистый, там, в восемь тридцать и так далее, где он автоматически, там, убирается, заряжается, заливается и так далее. Дальше мы говорим про номерной фон, то есть мы видим, что, периодически, общаясь, там, с хаус-киппингом, что он важно на этажах пылесосить. Ночью мы не можем это делать, потому что все машины или, там, пылесосы с человеком, они достаточно шумные. Я сейчас официально могу заявить, что наша поломоечная машина одна из самых тихих с точки зрения пылесоса, там, например, ковролина. И несмотря, что есть, как бы, ну, при этом, 10 этажей, как это сделать? Сегодня это работает, мы просто на лифте можем поднять, запустили, пока на этаже, там, хаус-кипинг делает свои дела, что-то протирает, моет, убирает, то есть наша, там, поломоечная машина или, там, в данном случае, как пылесос, он спокойно ездит и убирает. Потом на третий, так, десятый, там, и так далее. То есть это, что касаемо этажей. Плюс дезинфектор. Мы можем дезинфицировать, кому это важно, кто хочет выделиться. То есть это, например, робот-дезинфектор. Он может в лобби ездить, сухим туманом обеззараживать, там, поверхность. Ну, понятно, поверхность. Да, и, например, там, ночью можно, вообще-то, там, с ультрафиолетом пройтись. То есть достаточно будет, такое помещение будет достаточно, ну, скажем так, практически стерильное. Также это можно делать в номерах, например, в Европе, плюс там 30-40 до 50 евро, плюсом продают номера. Потому что они продезинфицированы. Вот, это вообще гениальный кейс, который в России, то есть еще мало кто делает вообще, чтобы там дополнительно продавать дезинфекцию. То есть здесь уже там маркетинг включается, что мы обеззараживаем. Далее это в ресторанах. Мы можем удивлять гостей таким образом. Вот у нас есть классный кейс в Польше, Мариот. Они там достаточно такие консервативные управленцы уже, точно там, там, около, наверное, 50-ти плюс лет. Они такие, ну, мы, типа, смотрели, вначале не понимали, зачем он нужен. Ну, и там был у них, типа, такой тестовый период, что ли. Ну, вот, и... Они сказали, что да, вначале, как бы, мы посмотрели, приглядывались. Но в итоге кейс у них был такой, что он действительно помогает сотрудникам. Особенно в режиме, там, час-пик. Он помогает им в обслуживании номеров, уборке столов, скорость. Так как у них там ресторан, например, скажем, с улицы, они работают не только на внутренних, да, гостей, да, то есть еще и привлекают. То есть за счет этого у них есть такая-то фишечка. Дальше они подключили там СМИ, сделали такой пиар, что мы непосредственно мариот, а у нас, в принципе, есть еще и роботы. Плюс им нравится, как реагируют у них дети. Мы тоже это видим. Многие говорят, ой, у нас там много-много детей, они его сломают, разберут и так далее. Наши кейсы показывают, что дети вот только могут подойти, там, погладить, побегать за ним. Но у робота задача, несмотря ни на что, объехать всех и выполнить свою задачу. Поэтому роботы здесь абсолютно безопасны для детей и там тоже настраивается скорость, скорость реакции. То есть это действительно с искусственным интеллектом очень умные роботы и мы не видим у них каких-то там проблем с детьми, если, например, много действий. Замечательный аппарат, прям вау-эффект, действительно только рук не хватает. Но есть ли у него ограничения какие-то? По ограничениям, так как все-таки это робот, который передвигается и, например, в отличие от человека-эффицианта, да, он может там пробежать по ступенькам, перепрыгнуть порог. Основные, наверное, два ограничения у него, ну, я бы сказал, даже четыре есть ограничения. Первое, температурный, он работает от 0 до 40 плюс градусов. Ну, для Петербурга это нормально. Норма, да. То есть его на улице там в дождь или там в сильный мороз, ну, или вообще в целом мороз, его нельзя. Да, я понял. Потому что это электроника, высокоточная и так далее. Больше для закрытых поверхностей. То есть это для закрытых помещений. Да. Но, например, мы ведем там тоже переговоры с рядом там сочинских и анапских отелей, там, спа и так далее, то, так как у них все-таки большинство времени плюсовая температура, то есть мы там рассматриваем. И у нас, в принципе, есть уже в Анапе большой, в Анапе, они купили себе вот такой робот, и он спокойно может есть у них на улице. Ну, естественно, они берут ответственность на себя, что в дождь все-таки нельзя, но, слава богу, у нас можно посмотреть, там прогноз погоды и так далее. Короче, по температурному и все-таки осадки. Далее, ему нужен ровный пол, он не любит, понятно, лестницы он не может прыгать, и какие-то пороги большие, то есть маленькие пороги он может там переехать спокойно, но здесь тоже, в принципе, мы видим... Я знаю, в отелях часто ковролин, причем в хороших отелях такой, с хорошим ворсом используется ковролин. Как к ковролину относятся? Значит, вот у него прям можно посмотреть, здесь есть плавный режим, вот. Если у тебя есть часто переходы, например, с обычного пола на большой ворс ковролина, то есть здесь мы не рекомендуем ставить там какое-то шампанское, то есть для него это будет как некий такой толчок, но в целом он может ездить, если мы везем просто какие-то такие сыпучие, ну, скажем, не проливающиеся, то спокойно, да, он может проезжать, да, он замедляется, но здесь как раз предусмотрен плавный режим, он спокойненько на него переключается и спокойно едет, то есть без проблем. То есть еще раз скажу, то есть основное его это пороги, вот, и ступени. Это вот те ограничения, которые он не любит и... Так, а если говорить прям про технические характеристики, то есть условно говоря, да, там представим наш знаменитый брендовый ресторан-поулайнер, вот я представляю вот эту девушку с восьми кружками в красивой одежде, выглядит красиво, но бедная девушка, что называется, да, то есть я понимаю, особенно там в прибалтийских тот же, да, я видел этот часто сижу в этом поулайнере, он такой. Ну, не несколько октуберфест, да, 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 вот. То есть донести 100 метров от барной стойки до дальнего столика, это там целый кроссфит. Это прикольно, на самом деле у нас, ну, здесь сейчас мне не представлено, да, ты как у нас такой, у нас есть специально вот сюда вставляется специальный отсек, и можем вообще сделать это чисто пивным роботом, который может за раз отвезти, например, 9 кружек пива. То есть так как у него все-таки вместительность, то есть у него до 40 килограмм, и мы можем спокойно... То есть у него грузоподъемность 40, и это модульная конструкция. Да, то есть мы вообще можем их убрать, все эти полки, там, как вот я говорил, там в ритейле можно повесить вообще здесь вешалку, развесить одежду, и возвращаясь к пиву, чтобы вот этих девочек, да, которые там носят по 8-9 кружек, то есть в принципе предусмотрим, у нас даже есть специальная, скажем, полка, специально под напитки, за раз он может отвезти там 9 напитков, и это очень круто, и вот, например, для ресторана полайнера, куда там нужно привозить постоянно-постоянно, то есть без проблем он это может делать, и при этом не разливает, так как есть у него здесь вот плавный режим, то есть и спокойненько он едет, в чем отличие, например, плавного режима от обычного, он заранее определяет и видит у себя препятствия, и он более плавный, и заранее, да, тормозит, ну, естественно, наверное, как и человек, если вы там, вы с него выпрыгнете откуда-то, да, там, со стороны, то есть официант может упасть, то есть зачастую мы видим, что интуитивно гостик, они ему уступают, просто интуитивно, едет какая-то штука, надо что-то уступить, вот поэтому и у него, что хорошо, то есть он заранее определяет, так как у него сверху и снизу стоят лидардатчики, то есть это лазеры, которые сканируют и заранее определяют, и видят препятствия, даже если у вас ресторан сегодня стол стоит, там посредине поставили какой-то стул, он у вас спокойно объедет, сумку, там, не знаю, рюкзак, дети, коляска появилась, он спокойно это объезжает, маневривает. Хорошо, а если говорить про использование этого, да, там, чудо, чудо нашей техники, вот в ресторанах, да, там, в отелях, а сколько нужно персоналу, чтобы привыкнуть к программированию данного устройства, да, там, к общению с ним, да, и к правильному вообще обслуживанию гостей, с правильной работе. Ну, давайте расскажу, как мы работаем, значит, первое, что, то есть мы, то есть, либо нам приходит заявка, либо сами там где-то там на каких-то мероприятиях встречаемся, то есть для нас важно, первое, что, есть ли вообще потребность, как и, в принципе, у любого, наверное, продукта, то есть мы их там, не говорим, купите у нас робота, да, там, ну, кто-то покупает для Волл-эффекта, в основном это там собственник, увидели где-то мероприятиях, на сайтах, вау, круто, хочу, дальше там уже, то есть наша задача, вот мы уже там помогаем внедрять. Второй этап, мы приезжаем на объект, либо, если это, например, удаленно, какие-то там регионы, мы просим записать видео, там, ресторана, там, отели и так далее, мы смотрим уже, то есть на возможность установки непосредственно роботов. Следующий этап, если мы видим, что, да, есть возможность, там, большие площади, или там, в принципе, есть расстояние, даже, ему нужно прям 80 сантиметров между столиками, ну, или там столик, и он спокойно проезжает. Далее мы уже приезжаем на объект, мы полностью сканируем пространство, как вот есть, там, видно там, нумерация столов, как им привычно, там, официантам, управленцам, администраторам, если у них, там, вот этот столик номер 8, значит, то есть и здесь в программе посредством 8 столик, да, то есть, ну, это, там, есть ряд программ, в которых они работают, то есть мы ее просто дублируем, то есть мы записали карту и спокойно показали ему, где столы, как ему нужно вставать, то есть он с гостью поворачивается, например, там, например, да, например, например, поворачивается там лицом, либо это боком, то есть все прописывается со слов, то, как нужно, ресторану, настраивать чтобы он сам уезжал или там нужно чтобы взаимодействовал с ним официант то есть управление идет на самом деле двумя кнопками нажимаем просто тот или иной номер стола говорю поехали все это все управление и мы обучаем персонал в принципе я сам попробовал максимально просто да то есть это как раз понятная штука хорошо кстати вот встречный вопрос у меня родился пока вы рассказывали про это все а если здесь оплата и планируется вообще так пока нет но слушайте есть полно технологий да то есть но лично у нас этого нет потому что в этом нет необходимости у нас есть там оплата по qr-коду оплата сразу на столиках но я думаю что этот прогресс скоро дойдет до всех то есть оплата на в принципе но я была так как это программированное устройство то в принципе но это дополнительное устройство ну наверное закастомизировать как-то можно сегодня мы этим не занимаемся потому что еще раз который то есть очень много всяких услуг и вот мы например вот страдис нам сейчас там пробуем внедрить одну модель это room service который позволит частично заменить особенно ночью мы видим есть то что более когда-то больше потребность что он при вечером принести халат или покушать там зубную щетку тапочки и полотенце дополнительные или там кроватку детскую ставить не знаю там что угодно и зачастую как вот просто говорят не только в редисе да то есть чувствую что это прям вот очень интересно мы сейчас с рядом на лифтовых компаний пробуем повторить наверное успех китайский ваших вот партнеров буду китайской интеграции с лифтами то есть нас есть робот room service и который уже передвигается сам автоматически уже на лифтах то есть мы сейчас сделаем эту интеграцию думаю что мы тоже достаточно широко осветим эту тему и уверен что многим ательером это будет интересно да да согласен ну и вы уже затронули момент сотрудничества с компанией да на каких условиях вообще можно сотрудничать компании как вы предоставляете робот потому что я понимаю что это история не бесплатно как 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 мы работаем какие на системы то есть можно во первых просто оплатить его по прайсу метод переведения на счетом заключение договора зависимости от комплектации есть определенный прайс не комплектация определенного робота то есть комплектация них есть одна и то есть туда уже входит и там и условный доставка и настройка и обслуживание первого года на них вы имеете ввиду что типа либо робот промоутер либо робот ресторанный там либо дом сервис как все да да то есть у них у всех есть там разная цена то есть я основной у них ну разное всех предзначений в основном и вот про работы в основном это берут все-таки их наверно в лизинг мы в том году проработали с рядом банк у нас есть есть банки-партнеры которые там условно 15 процентов там до 25 и спокойно его берут в лизинг и по стоимости это будет годовая зарплата официанта где вы платите 50 месяц за робот вы начинаете платить от 25 то есть взяв роботы сегодня правильно выстроив совместно бизнес-процессы мы можем даже сэкономить денег там заменив или добавив там услуги если там кто-то не вышел у вас там загрузка началась или просто неожиданно банкет появился не хватает там людей то есть вот как раз здесь вообще просто уникальная уникальная история получится что вас всегда защищены от таких вот наплывов например вот это сегодня например вот феврале мы говорим что все-таки мы видим какой-то наверно небольшой тайна спад но бывает все-таки волны доходят и там где нет робота например как трава здесь вот да мы сейчас снимаем либо пошел наплыв у нас робот есть рядышком он всегда там поможет оперативно либо убрать либо доставить и удивить гостей несмотря что мы находимся в пятерке сам лично видел что когда мы здесь его настраивали это реальный случай и сидели в гости то есть мы представим да то есть это это пятизвездочная гостиница принципе там ресторан при пятизвездочной гостинице и на старте то есть мы с коллегами общались вот как-то в пятерках люди будут реагировать они же привыкли чтобы их ручками обслуживали преподносили но на следующий день начале то есть когда мы настроили все гости сидят слушай а как робота блин ему я привык вот чтобы меня там обслуживали на следующий день мне ребята говорят что блин пришел именно этот же гости гуляешь а где где теперь я хочу чтобы он меня обслуживал то есть это просто стереотип что блин мы привыкли в что обслуживать мы не забираем общение мы просто берем вот он подвез удивил гостей убрать и забрали время официант вот да но насколько я понял это и есть основной составляющей вашего и маркетинга и вообще как сказать идеи компании да что робот не вытесняет человека призван для того чтобы освободить вот это вот рутинную составляющую да и высвободить сервисную составляющую когда человек может выделить ну то что называется персонал тач до больше внимания гостю и на поэтому для отелей да это важно я прекрасно это понимаю да то есть как сам являюсь ательером но что для вас важно да 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 для меня важно чтобы сотрудник зарабатывали день да 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 чтобы сотрудник и во-первых продавал во-вторых как бы общался с гостем то чего нам многим вы правильно сказали что в какие-то моменты не хватает то что с персоналом с линейным действительно даже в крупных городах возникают проблемы ну и последний вопрос на финальной про наше будущее до верите ли вы в том что эти роботы в конечном итоге мы можем сможем увидеть там в любом отеле в ресторане или это все-таки какая-то специфическая история ну наверное я бы ответил так что все меняется и сегодня время показывает что какая-то повторяющаяся рутинная однотипная работа ее проще заменить уже сегодня думаю вы тоже слышали об этом появились там искусственный интеллект который пишет нереально крутые тексты убираем копирайтеров до свидания там появились просто ты забиваешь тему загружаешь какие-то картинки тебе рисуется просто нереально красивые картины создаются какие-то фотографии искусственных несуществующих людей на заводах появились руки манипуляторы который поднимает огром на заводе дох это вообще без проблем внедряется даже есть кейс я видел ролик это был двадцать втором году одна компания которая занимается перевозками груза перевозками грузами она просто внедрил там порядка 80 около 100 роботов и принципе убрала людей как вот виден она в зоне не ездит просто у нас уже в россии есть и я скажу там никому интересно посмотреть компания сдэк роботы то есть у них там порядка там 100 роботов который просто гоняет быстро по складу это сегодня уже есть нашей жизни до мне скажем так мы открыли себя просто направление гостиниц и видим потребность там и вот мы работаем с тем чтобы отельеры просто посмотрели в эту сторону и пошли вместе с нами и про будущее говорит что это уже не будущее тоже настоящее хотим мы этого не хотим роботы в нашей жизни везде заметьте убрали контролеров их просто нет в метро сделали там оплату у нас уже вот при этом в москве есть оплата лицом да то есть остались только прям какой-то такой спецперсонал которая отвечает за безопасность появляются уже это в москве не знаю как вот здесь у вас петербурге то в москве появляется уже магазины которые работают без кассиров то есть ты пришел оплатил забрал ушел то есть в компании там то есть это уже сегодня жизни это реально у вас в кармане лежит телефон и тот же робот вот все и мы хотим сказать чтобы отельеры прям активно смотрели сюда не на как у робот это что-то новое а исходя из своих потребностей ребята вас сегодня не хватает персонала вы хотите больше продавать в ли своих ресторанах я вижу загрузку на шведки просто огромное то есть на шведском столе то есть утром наверное в большей степени вечером днем понятно вот ну то есть мы делали там ряд пилотов мы видим огромный количество просто люди стоят с подносом блин ищут куда сесть это не говорит о том что там вы плохие там или то мало персонал это нормально что люди не успевают вы не можете на ней себе 100 там раннеров до которые будут убирать на просто экономически неинтересно и вот здесь как мы взяли он не болеет он работы 9 часов смена то есть три часа заряжается если говорить немножко технической части 9 часов работает у него там 3 заряжается то есть по факту давайте возьмем 18 часов он работает там 5 часов заряжает то есть в сутки он будет работать 18 часов он не просит там не зарплаты да мы его взяли годовую зарплату отдали все и вот здесь будущее но многие говорили что 20 лет назад об этом мы даже не могли мечтать и и значит что я заметил что люди уже относятся к таким новинкам ну типа у робот ладонки мы все просто настолько уже избалованы и смотрим на это как такая как игрушка это не игрушка мы бы вот просто развернитесь нас да то есть мы компания которая да то есть проинвестировала там роботов проинвестировала вообще то есть в создании этой компании мы купили этих роботов и начали ими заниматься не потому что это вау прикольная игрушка то есть мы видим что мы решаем бизнес ряд задач потребности и более как и туда принято говорить и будущее даже не то что там за ними она вот она не автопилот на самолете тот же самый рок вот это все без него никуда спасибо вам большое для вам я был рад прямо не то что прикоснуться в будущем а увидеть его воочию как она работает это классно спасибо виктория добрый день я рад приветствовать наш на нашем канале мы сегодня говорим про у нас интересная история и про роботов и производитель роботов с отелями но в первую очередь я расскажу где мы находимся мы находимся в отеле редисона royal виктория долголевец это классный операционный менеджер отеля редисон отели это всегда ламповая история да это такое что-то теплое сервис на это отели с историей тем более когда мы говорим про дэйдисон до дэйдисона royal на углу невского проспекта владимирска этот самый центр петербурга один из старейших отелей которые есть у нас городе расскажите немножко про него спасибо вам большое за такой возможности поучаствовать в нашем сегодняшнем диалоге и в принципе за возможность поделиться со всеми отельерами я думаю для них эта информация тоже достаточно интересно потому что мы все прекрасно знаем что современные рыночные условия к тому что у нас идет глобальная автоматизация на всех процессах и безусловно любой управляющий собственник отеля наверное на данном этапе часто задумывается о том где как можно оптимизировать какие-то операционные процессы до в текущих рабочих моментах где да возможно что-то усовершенствовать да вы правильно сказали что отель у нас действительно уникальный поскольку расположена в первую очередь в здании которое охраняется юнеско и которое соответственно было построено аж в 18 веке непосредственно гостиница здесь была открыта первоначально в 1850 году да представьте сколько веков уже можно сказать здесь находится отель и отель небезызвестный на тот момент это гостиница москва который все прекрасно помнят так же как и ресторан москва который да находился к которым в советские времена можно сказать ходили легенды помимо этого отель у нас управляется всемирно известный одно из самых крупных сетей это redison hotel group я думаю что это название наверное всем о многом говорит поэтому здесь безусловно мы в первую очередь стремимся к высочайшим стандартам качества но при этом безусловно не забываем о той автоматизации о которой мы уже начали с вами говорить поэтому да отель у нас действительно интересный очень бы хотелось по возможности поделиться с нашей аудитории какой-то информации да смотрите ну отель вот я говорю это да всегда вот у нас его сервисная составляющая но мы не стоим на месте у нас индустрия развивается да мы знаем что айти индустрия очень давно уже внедрена и процессы и ревеню менеджмента да мы знаем системы до рмс системы и пмс системы которые помогают автоматизировать во многом труд наших коллег да это все хорошо да но это эти истории а есть история да то что называется потрогать руками да это про что мы сегодня говорили с александром это вот эти роботы помощники да как вы пришли к этой идее до чтобы ваш отель взять на тест потому что александр сказал что у вас конца прошлого года уже находился робот который обслуживал гостей в лобби баре вот расскажите как вы к этому пришли как вы вы один из первых вообще отелей в россии который вот действительно взял на полноценный тест этого робота сказать честно такая идея возникла честно говоря спонтанно мы не планировали и особо не углублялись в процесс изучения рынка такого автоматизированного процесса и честно сказать не стояла задача ухода от ручного скажем труда в сторону автоматизации но учитывая что да рынок действительно развивается что у нас все-таки действительно мы движемся всего всеобъемлющие всесторонне движемся по пути автоматизации отель редисона сети редисона не всегда стремятся быть скажем так флагманами в том числе и в этих аспектах да когда от александра поступило интереснейшее предложение посмотреть и внедрить роботов скажем в операционные процессы работы нашего бара каннель я немножко в дальнейшем скажу об его истории да поскольку это уникальное действительно место и наверное вы поймете почему это был непростое решение вот до рассмотрев эти предложения мы первоначально безусловно смотрели на этого робота как скорее на такую игрушку которая возможно может как-то привлечь посетителей дополнительных которая может развеселить гостей поскольку да вызывает у них определенные такие эмоциональную составляющую но не рассматривали его непосредственно как полноценного помощника который может какой-то мере полноценно оказывать помощь сотрудникам вара предложение действительно поступило взять этого робота на целый месяц на так называемый тест-драйв до проверить действительно его возможности по результатам которых принципе мы сейчас с вами эту встречу и видео виктория но я так понял что он полноценно у вас использовался как робот в баре мы все знаем что есть множество примеров автоматизации уже роботов в отеле да это александр правильно говорил это и дезинфекторы какие-то и роботы промоутеры которые могут рекламировать услуги и там не новость что это и роботы обслуживающий персонал как горничные да там пылесос моющие и даже возможно какие-то более сложные системы застойка администратора которые уже могут чуть ли не заселять гостей до в автоматизированных отелях а именно вот вашем отеле да скажите чем занимался робот то есть ну конкретно кейс который был у вас да как он взаимодействовал с гостями что делал смотрите нам был предоставлен непосредственно робот официант которого мы соответственно разместили в баре канель в данном баре находился ранее в советские времена всероссийский даже всесоветский известный бар сайгон да я думаю что вы о нем неоднократно слышали да и вот эта андеграундная культура фактически зародилась наверное в этом баре какой-то мере мы все знаем яйцо и гребенщикова которые неоднократно посещали данный бар и безусловно да внедрение этого робота в обслуживание непосредственно посетителей бара которых пришли для того чтобы в какой-то мере погрузиться в атмосферу бывшего бара сайгон вызывало некоторое сомнение несмотря на это да мы действительно решили попробовать запустить этот проект в данном случае после всех настроек которые произвели представители компании задача робота состояла в том чтобы соответственно доставлять заказ гостям непосредственно к столику вывозить на кухню грязную посуду соответственно поздравлять гостей с днем рождения если такой случай случался помимо этого робот также был запрограммирован на некий круиз который позволял развозить приветственные напитки среди гостей то есть задача по факту официанта или бармена сводилась к тому что он должен был принять заказ у гостя отправить данный заказ на кухню и вслед за ним фактически отправить робота нажатием буквально одной кнопки как только заказ готов повар дали представитель кухни ставит готовое блюдо на определенный лоток робота нажимает кнопку нужного стола и робот самостоятельно довозит заказ непосредственно к столику гостя безусловно на этом этапе у гостей формируется действительно очень сильно эмоциональное такое впечатление да поскольку привык все-таки привыкнув видеть гостю людей в качестве обслуживающего персонала здесь к ним непосредственно подъезжает робот машина которая помимо прочего еще и желает им приятного аппетита и хорошего вечера и так далее конечно гостей очень позитивные впечатления ну и плюс робот может действительно очень существенно разгрузить сотрудника когда необходимо вывести какой-то большой объем грязной к примеру посуды да или наоборот привести действительно большой заказ потому что его грузоподъемности вместимость полок позволяет действительно да действительно достаточно большой объем перевозки осуществить вот я как раз хотел спросить про целевую аудиторию про реакцию гостей то есть вот вы наверняка наблюдали же да когда на тосте он вас был кому он больше нравится то есть бегают ли за ним дети или наоборот это какой-то вау-эффект среди даже постоянных гостей да ведь у вас пятизвездочный отель я прекрасно понимаю что это не аудитория фудкорта условного где там возможно это будет как какое-то развлечение восприниматься то есть вот именно для вашей аудитории какой был эффект первое впечатление от гостя который участвовал по факту участвовал в процессе налаживания этого робота да поскольку он был предоставлен и процесс отладки его работы происходил непосредственно в баре первый комментарий который я получила непосредственно от гостя который сказал что он не подходит вашей домашней обстановке не поверите ровно на следующий день когда этот же гость сидел в баре и опять соответственно ждал своего заказа когда к нему подъехал робот он со словами опять же увидев меня со словами сказал нет вы знаете очень здорово были действительно комментарии от гостей что вы никого этим не удивите поскольку в корее китае где-то мы их действительно уже видели но могу точно сказать что на 99 процентов посетители это действительно такой вот вау-эффект для гостей они удивлены действительно возможностями поскольку робот он еще и интерактивный да то есть он позволяет записать определенные текстовки позволяет включать какую-то поздравительную музыку если есть такая необходимость то восприятие гостей действительно вот очень очень позитивное дети безусловно это та категория наших гостей которая всегда радует поскольку увидев робота они готовы заказать у родителей все что угодно да главное чтобы это было доставлено непосредственно роботом ну а родителям ничего не остается делать как следовать желанием собственных детей да да я понимаю про что вы говорите я бы сам бесконечно нажимал на кнопочку да это интересно слушайте а если пофантазировать да если мы говорим про отель в целом да и вот про такого ну скажем так универсального помощника да вот что бы вам хотелось чтобы вот робот делал в отеле да вот знаю от александра слышала что в россии в ближайшее время будет еще представлен робот уборщик очень бы хотелось его если честно посмотреть в действии возможно он тоже может оказать существенную помощь любому отельеру в поддержании определенной частоты в лобби да в зоне ресепшена но и возможно помочь сократить некие расходы в связи с своим функционалом а если пофантазировать ну то есть может быть еще что то добавить там я не знаю через десять лет через десять лет мне кажется мир к тому времени будет настолько автоматизирован что представить какого-то летающего испускающего с потолка заказа робота пока наверное тяжело но я допускаю что и такое в будущем возможно все таки да процесс автоматизации он движется никому никогда не ожидали что так столь скором будущем мы увидим таких чудесных помощников они действительно очень существенно помогают сократить трудовые ресурсы наших нашего персонала сделать так чтобы они максимальное время действительно могли уделять в ней пожеланиям требованиям наших гостей опять же самому главному нашему аспекту это сервисное обслуживание но я как раз про это и хотел сказать мы про это с александром тоже проговорили правильно я понимаю что для вас важно именно высвобождение вот этого свободного времени гостей да если мы говорим про использование робота да в части в части какой-то рутинной работы который берет на себя робота чтобы ваши сотрудники могли больше безусловно внимание вашим гостям безусловно это правильно да это как раз к тому чему возвращаемся к той самой ламповой теплой истории с которым мы начали